Вторая жизнь новогодних деревьев. Ивановский зоопарк четвертую зиму подряд проводит акцию по сбору хвойных красавиц. Горожане и индивидуальные предприниматели привозят в зоосад нераспроданные или уже использованные ели и сосны. А здесь деревьям с легкостью находят применение. Для зоопарка подойдут любые елки. Большие, маленькие, пушистые и такие уже обсыпавшиеся. Главное правило, чтобы на них не было мишуры и елочных украшений. А то животные во время витаминного обеда могут подавиться. Пушистая елка это не только новогодний символ, но и несколько сотен граммов богатой витамином С хвои. Особенно любят подобное лакомство копытные. Рацион животных в зоопарке сбалансирован и продуман. Елочки в дополнительном меню. Так сказать, на сладкое. За хорошее поведение. Сено, веники запасаются сушеные. Также комбикорм, всякие корма. Если погода теплая позволяет, то морковь, картошка, овощи в общем. Также есть у нас так называемая зеленка. Это травяная мука, она в гранулах. Она очень тоже богата витаминами, заменяет полностью траву. Вообще лесная красавица в вольере многофункциональна. Для детенышей игрушка, для взрослых особей подстилка. В пищу идут и иголки, и кора. А барашек по кличке Пион, например, елку воспринял как соперника и начал на нее нападать. Но это скорее исключение. Елочки и сосны нравятся не только обитателям зоопарка, но и посетителям. Елки мы эти используем в качестве эстетического как бы наряда. То есть мы украшаем территорию зоопарка, декорируем вольеры у животных. Елки стоят, как правило, где-то до апреля. Сосны стоят. Ну, даже бывает есть сосны, которые до июня месяца стоят. Пушистые стройные ели и сосны для украшения потрепанные в пищу. В зоопарке безотходное производство. Наплыв горожан с хвойными подношениями сотрудники ожидают в начале следующей недели, после Старого Нового Года. Негласного знака, что торжества кончились и пора украшения снимать. Рады в зоусаду будут всем лесным красавицам. Хвойных много не бывает. Мария Смирнова, Андрей Семьеволков, РТВ Иваново.